Заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян опроверг распространившуюся в интернете информацию о том, что Азербайджану будет передана позиция, находящаяся под контролем воинской части, дислоцированной в Кафане. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра обороны в понедельник на брифинге в парламенте Армении. Ранее армянский телеграм-канал Медиапорт опубликовал видеоролик о плачевном состоянии военнослужащих, дислоцированных недалеко от города Кафан, на одном из постов армянской армии на границе с Азербайджаном. Группа военных жалуется на условия службы. Также они утверждают, что им приказано отступить, потому что Кафан уже сдан, а вокруг одни азербайджанцы. На каждом посту по 50-60 человек, а у нас всего 9 человек, говорит один из армянских военнослужащих. По их словам, у них нет раций, ни других необходимых средств связи. Командира блокпоста, где был снят скандальный ролик о сдаче Кафана, вызвали военную полицию посреди ночи, написал на своей странице в Facebook правозащитник Рубен Меликян спустя некоторое время. Многие из вас смотрели сегодняшнее видео, в котором поднимаются вопросы, связанные с одной из наших позиций в Кафане, сообщая, что командира блокпоста, добровольца Артака Руцюняна, вызвали военную полицию посреди ночи. Теперь идем вместе, сообщил Меликян. Комментируя появившийся в сети ролик, Саркисян отметил, что о передаче какой-либо позиции в Кафане не было и нет речи. Он также подчеркнул, что военная полиция уже занялась расследованием этого инцидента, ведется сбор материалов. Вместе с тем, по его словам, нет повода для беспокойства относительно безопасности на блокпостах в Кафане. Как отметил Саркисян, Министерство обороны и Генштаб вооруженных сил Армении ведут интенсивную работу для улучшения условий службы. При этом замминистра не стал скрывать, что в этом вопросе имеются некоторые проблемы. Продолжение следует...